Добрый вечер! Желающие дозвониться до меня, пообщаться в прямом эфире, имеют такую возможность благодаря номеру телефона 6510996. Можно также воспользоваться пока еще не очень сильно популярным у нас вариантом общения смс-порталом 5533, буква «Я», дальше пробел, после чего ваши пожелания и реплики. Либо просто заходите на сайт Финам, здесь тоже можно ко мне обратиться. Теперь немножко о делах скорбных. 9-го числа у нас произошло нерезонансное ДТП. Обычное, в результате которого, как всегда, кто-то погиб. И очень печально всех участников этого события. 9-го числа у нас Виктория Демьяненко, ей всего 24 года, мама, со своей дочкой Ангелиной, 6 лет, просто переходила дорогу. Причем переходила, как это довольно часто бывает. В этом месте она ее регулярно, поскольку, живя в поселке Синявино, Синявино-1, она пользовалась автобусом, чтобы доехать до Синявино-2, где жила. Трасса «Кола», теперь мы опять услышали это слово, вот опять у нас на слуху. Мы привыкли, что Pepsi-Cola и Coca-Cola нет, еще есть просто «Кола», и речка такая есть, и трасса такая есть. Вот совершенно банальная ситуация, Вика Демьяненко идет, машина видит ее, обычный наземный пешеходный переход, знаки есть, светофора нет, знаки есть. Машина Ford Tourneo Connect останавливается, пропускает пешехода, мамы с дочкой идут, а «Жигуль-15» летит, не обращая внимания на то, что просто так форды обычно не останавливаются в правом ряду, и сбивает их. Так, дочка погибла, мама в больнице. Жалко всех, жалко дочку, жалко маму, жалко мужика, мужик ведь по делам спешил, все понятно, мужик, он обычно всегда едет не просто так, при том, что он тут же заявил свою довольно активную социальную позицию, он никуда не скрывался, он остановился, он выбежал из машины, он побежал к этим людям, посмотреть, что произошло. Когда приехала полиция в перемешку с милицией, он сам первым предложил, давайте все-таки продуем меня на алкоголь, проведем освидетельствование, выяснилось, что он был абсолютно трезвый. То есть позиция этого человека понятна, он сожалеет о случившемся. Обратите внимание, что произошло в этой связи в обществе. В обществе, во-первых, не произошло ничего. Во, просто ДТП, просто погиб ребенок, просто банально мужик ехал и сбил двоих. Местные, которые через эту дорогу с риском для жизни ходят несколько лет и погибают регулярно, мечтают о том, чтобы на федеральной трассе им поставили светофор, что довольно редко бывает, но все-таки тоже случается. Единственный резонанс, которого мы удостоились, благодаря средствам массовой информации, мы знаем об этом достаточно достоверно, это то, что люди предложили расстрелять чиновников. Чиновники в данном случае это те, кому апеллировали по поводу собственной безопасности и не дождавшись, единственное, чего удостоились, так это трупов, после чего решили, да, действительно, давайте чиновников все-таки расстреляем. Вообще с чиновниками разбираться регулярно дело полезное. Ну, не столь радикально, конечно, но ставить людей на место имеет смысл. Вот в моем пролетарском гетто, например, в котором я живу, префекта, то есть одного из самых главных чиновников, посадили, и после этого у нас начался блистательный в период за последние 15 лет впервые отопительный сезон. У нас топят так хорошо, что все мое пролетарское гетто не нарадуется, раньше так не топили. Вот что значит, всего-навсего посадили одного префекта. То есть позитивчик есть. Вот обратите внимание, стандартная ситуация, ДТП, труп, чиновники виноваты, волна народного гнева повернулась к чиновникам, ненавистным, это совершенно справедливо, нашу власть любить пока не за что, и дальше она не пошла никуда. А теперь вспомните, октябрь 2011 года, два года тому назад, точно такое же ДТП. Мама с дочкой переходят дорогу, две машины останавливаются, причем одна из них автобус, из-за которой ничего не видно, соответственно, пешеход не видит никого, а участники движения из-за автобуса не видят пешеходов. И Volkswagen Passat сбивает маму и ребенка. Ребенок помладше, ему три года, он погибает на месте. Соней звали ее. Аня Сивакова, 29-летняя мама, попадает в больницу. И совершенно другой вектор человеческого негодования. За рулем машины, учинившей этот беспредел, была наглая баба Ирина Добржанская, которая позволила себе убить человека. Сценарий один в один. Та же самая трагедия. Та же самая ситуация. Разница может быть минимальная только в том, что здесь зима, там лето, разные машины. Но суть произошедшего одна и та же. Поведение матерей разное. Если, например, Вика Демьяненко, увидев машину, попыталась отскочить, то Анна Сивакова, не увидев машину, попыталась своего ребенка запихать под колеса. И Анна Сивакова – это главный виновник гибели собственной дочери, не Ирины Добржанской. Но как интересно повернулось общественное мнение. Чиновников вешать никто не собрался. Все решили линчевать Ирину Добржанскую. Вот в случае с Викой Демьяненко за рулем был мужчина. ВАЗ-2115. Мужик – это человек, который спешит всегда по делам. Да жалко, испортил свою судьбу. Да жалко, убил ребенка. Да жалко, покалечил маму. А тут женщина ехала за рулем. Как она смела задавить ребенка? Да как она смела вообще наезжать на кого бы то ни было? Да как она вообще посмела ехать за рулем? Да как она вообще посмела ехать на Фольксвагене по Сате? Да что она себе позволяет? Да мы ее до психушки доведем. Да жить она у нас не будет. Дайте нам ее линчевать, мы ее тут же порвем. А чего вы на мужика-то не выпендриваетесь? Чего вы на бабу сразу наезжаете? Почему женщина за рулем априори дура и курица и подлежит линчеванию, а мужик за рулем, ну так уж и быть, виноват, конечно, нам его жалко, но не более того. И вектор негодования в случае с Ириной Доборжанкой направлен против нее. Ее довели очень быстро до суда суд дал ей 4 года. И все более-менее выдохнули, хотя тоже злоба не прошла, бабу нужно было покарать. А в случае, когда мужчина, имя которого нигде абсолютно не называется, сбил в точно такой же ситуации других людей, он сразу вышел из поля зрения, и обществу он не интересен. Это говорит о нашей с вами избирательности. Мы по-разному относимся в случае ДТП к в данном случае виновнику. Мужик имеет право убивать, баба право убивать не умеет. Мужик за то, что убил, ай-яй-яй, ну посмотрите, при всем при том он сотрудничает со следствием, а баба, посмотрите, какая она мерзкая, ее нужно покарать тут же, если можно растерзать. Вы помните телевизионные репортажи из той несчастной Брянской дороги, где это произошло? Вы помните эти слабо вменяемые лица, имитирующие активную социальную и гражданскую позицию? Вы помните это стадо возмущенное, которое требовало покарать бабу за то, что она была за рулем? Это говорит о том, на каком уровне культурного развития мы находимся, до какой степени мы с вами дифференцированы и в отношении пола, и в отношении справедливости, и в отношении правоприменительной практики. Женщина априори виновата, мужчина, ну мужчина менее виноват, хотя сценарии в данном случае абсолютно сопоставимы. При этом, если вы видели запись с видеорегистрации, с видеорегистраторов, Ирина Доборжанская, как только поняла, что происходит, она тормозила изо всех сил в дым. Она резко вдарила в тормоз, у нее машина боком чуть не полетела, и она не имела возможности уйти в сторону. А вот этот самый мужчина, имя которого мы, скорее всего, никогда и не узнаем, ну он летел, летел, да, сбил и после этого начал тормозить, потому что, ну, кто же ожидал, что это переход, и что там кто-то еще может оказаться. Вот такие мы все разные, и это очень печально, потому что своим отношением к подобному происшествию мы показываем, до какой степени наше общество находится еще в несостоятельном положении. Многое у нас печально, а вот здесь я не хочу просто очень громких выводов делать. Многих, наверное, они обидят. Мне просто жалко, что мы столь избирательны. Вот на этой грустной ночи мы перелистываем страницу моего повествования, переходим к тому, что интересно вам, а не к тому, что мне кажется актуальным и тоже интересным. Телефон, опять-таки, смски и возможность зайти на сайт, там тоже есть несколько вопросов. У нас на связи Валерий. Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте. Добрый день, вечер. Здрасте. Алло, алло. Да-да. Я хотел вам задать вопрос, как специалист автомобилей, и хочется ваше мнение услышать. По марке Volkswagen Passat CC 2012 года в рестайлинговом кузове. Вот скажите, пожалуйста, насколько оправдана она стоит, насколько это надежный аппарат, и есть ли альтернатива на рынке? Альтернатива, простите, минутку, Валерий. CC-шка – это просто дизайн. Это обычный Passat B6, якобы замаскированный под B7, накрытый кузовом, немножко другим. Суть у него точно такая же. Силуминовая подвеска, те же самые Тесаевские моторы. То есть по инженерной своей составляющей – это обычный Passat, причем предыдущего поколения. Причем сильно предыдущего поколения, потому что это всего лишь истайлинг предшественника. И когда вы говорите об аналогах, вы имеете в виду что? Трактор в чистом поле или какую машину? Ну нет, где-то в журналах было написано, что это купе. Валерий, давайте не будем обманываться. У купе всегда две двери. Купе – это классическое купе, это запорожец. Вот это эталон купе, у него две двери. Не может быть купе четырехдверным. Ну не бывает. А по коробкам ТСГ говорили, что… То есть у меня ступенчатые тут говорили, что там какие-то проблемы, но в новых вроде бы эта проблема решена, не знаете? Это правда-неправда, насколько это вообще надежно? У немцев плавает качество, поэтому повезет, не повезет. В принципе, шестиступенчатые ДСГ лучше, чем семиступенчатые. Там еще разница между сухим и мокрым сцеплением. Но и шестерка, и семерка иногда дохаживают до великолепного совершенно пробега, а иногда бывает умирает в теплых объятиях владельца, пришедшего плакать по этому поводу в автосервис. И как повезет, у немцев плавающее качество. Понятно. И вопрос еще по BMW X5. Как думаете, трехлетние машины из Германии вести это настолько опрометчиво или это оправдывается? Если у вас есть очень надежные варианты, либо вы большой специалист, тогда да. Если вы будете покупать у поляка, либо у румына, который скрутил спидометр, ну вы знаете, чем это заканчивается. Перерыв на новости, потом мы вернемся. О всех прелестях нашей автомобильной жизни, грустных и веселых, а также о выборе своего будущего автомобиля мы с вами разговариваем. Телефон 65 10 99 6. Виктор до нас дозвонился. Виктор, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Виктор, встречный вопрос сразу вам, пока вы еще ничего не спросили. Вот вы обратили внимание на эту разницу, как мы относимся в массе своей к ДТП, если мужчина набедокурил или женщина за рулем что-то себе позволила? Так я вот хотел вам на эту тему и сказать. Спасибо вам, Виктор, говорите. Я так не считаю, во-первых. Во-вторых, вот ваше замечание. Вот вы так избирательно относитесь. Как раз-то скорее не мы, а скорее вы журналисты так избирательно относитесь. Так избирательно преподаете. А вы как относитесь к этому? Я неизбирательно отношусь, кстати. Так, а как именно? Неизбирательно? Я вообще считаю, что корнем этих двух смерти является постановление ГАИ, когда оно увеличило штраф до тысячи рублей за непропуск пешехода. И при этом средства массовой информации все это представлялось так, что теперь пешеход всегда прав. И вот эта глупая часть населения, пешеходная, скажем так, восприняла это за чистую монету. То есть власти спровоцировали людей на то, чтобы не смотреть по сторонам и массово попадать под колеса автомобилей? Да, именно так. Хорошо. Если бы события разворачивались иначе и не было бы этого штрафа, то что люди, люди понимают, что их цена не тысяча рублей, а 300 рублей, они бы вели себя как-то иначе? Ну, Сергей, понимаете, я езжу не один год и не два. Так. До того постановления пешеходы вели себя, ну, более адекватно. Они смотрели по сторонам. Они боялись. Виктор, давайте сразу скажем. Они боялись. Они понимали, что их раскатают в бублик, и никому за это ничего не будет. И при этом у нас с вами неравенство людей. У нас пешеход всегда априори не виноват, а водитель всегда априори виноват. Да. Но это только часть проблемы. Потому что в данном, вот в этих двух ДТП, одно резонансное, в другое нерезонансное, в первом, например, вы обратили внимание, если смотрели видеорегистратор, Анна Сивакова своего ребенка швырнула под колеса Пассата. А во втором случае мама просто аккуратно шла, Вика Демьяненко, и, увидев машину, попыталась отработать назад, она шла по льду. И там видно, как она, пытаясь не поскользнуться, выдергивая своего ребенка из-под колес. Но при этом есть разница, когда население города Брянска в первом случае требовало крови, а население того самого поселкового объединения, вот этого городка, который Синявина, оно сказало, давайте кончим чиновников. Безотносительно нас с вами водителя с многолетним стажем и меня, журналиста. И здесь нет вот этой составляющей, тысячи рублей стоила жизнь ребенка Ангелины или Сони. Нет, но вы опять в кучу навалили. Вы спросили вот моему мнению, что я считаю первичным. Я ответил, что первичным считаю вот то постановление. Что касается вот реакции населения, ну, в Брянске, насколько я так немножко знаю, ну, не сами они по себе вот так вышли, немножко их подорганизовали в этом вопросе. Если хотите, я вам напомню, примерно в то же время, так же немножко подорганизованы были люди. На Дальнем Востоке, когда какого-то там педофила милиция, помните, вытаскивала отсюда, это было одновременно по времени. И одновременно за этим, по-моему, девушка где-то там с Бирюлева сбила двух ребят, пьяных. Да, да, в дрезину пьяных было дело. И реакции везде разные, потому что где-то там стоят, я как говоря, организаторы небольшие вот этого процесса. Не соглашусь, в Бирюлево реакция была точно такая же. Дайте нам эту бабу, мы ее тут же и кончим, потому что наша в дрезину пьяная братва имеет право шляться по Бирюлево на рогах в любой синусоиде. Там была точно такая же, как и в Брянске реакция. Дайте нам, мы хотим крови. Хорошо. Возможно, в участии населения есть там женщина, мужчина за рулем. Но мне кажется, это не главный, неопределяющий фактор. Неопределяющий, да. И сами помните, случай в Иркутске, где девушка сбила других девушек. Да, да. Собственно, может быть, с этого и вот такая где-то, ну, как бы сказать, последний камень. И знаменитая СМС, которая сказала, что я убила мента. Да. И разность наказаний, когда в Иркутске дочка избиркома местного убила одну, ранила другую, получила на 14 лет отсрочку, а в то же время по другим аналогичным делам людей сразу сажали, безотносительно того, есть у них какие бы то ни было папы, мамы или оправдания на серьезные сроки на 3-4 года. И в данном случае с Ириной Добрыжанской один в один. Так вот вы тоже сами говорите. Хорошо, в таком случае, то есть, с одной стороны, вы говорите о том, что я свалился в кучу, при этом противоречий нет. Потому что общество по-разному относится, на мой взгляд, к мужчине и к женщине, набедокурившей в нашей стране. Мужику позволено больше баба априори дура. Но при этом вы видите корень зла в том, что милиция спровоцировала людей на неосмотрительное поведение на дороге, потому что штраф увеличила, и человек почувствовал себя хозяином дороги, хотя права на это не имеет. Вы предлагаете какой-нибудь вариант? Ну, подскажите нам и стране, есть ли какой-нибудь выход из этой довольно тупиковой ситуации? Ну, хорошо, Сергей, давайте вот попробуем, 15 минут буквально. Да. Ну, вы согласны хотя бы с тем, что я сказал, что первичным шагом было вот это тысяча рублей? Нет, не соглашусь. Ну, вы согласны, хорошо, что только после этого подсказания пешеходы стали сходить с наушниками и не смотреть по сторонам. Тоже не соглашусь, потому что пешеходы столь безалаберными были всегда. Ну, не знаю, вот по моей практике, вот просто для интереса спросите других, это стало краеугольным камнем. То есть вот эта формула, как Ельцин ввел, покупатель всегда прав, которая по сути своя неправильная, так и здесь стало. Пешеход всегда прав. Хорошо. Виктор, у нас с вами разные оценки, и тем не менее вопрос, что делать, ему уже 151 год этому вопросу в данном контексте. Что делать, если в нашей стране, я считаю одно, вводить правила дорожного движения, давать права в школе, автомобилизировать всю страну со школой? Соглашусь, абсолютно правильно. Правила дорожного движения нужно проходить в школе, причем с первого класса, а лучше с детского сада, со старшей группы, чтобы каждый пешеход понимал маневр водителя и был отчасти вовлеченным в процесс управления автомобилем, чтобы он понимал, что чего, куда и как. И что тормозной путь у любого автомобиля это десятки метров, даже со скоростью в 30-40 км в час и тем более в 60, разрешенной в городе. А еще что, ведь обратите внимание, у нас сколько дорог, где пересекаются маршруты пешеходов и машин, абсолютно, неважно, оборудованы они при этом светофорами или нет, но они опасны. И каждый такой переход рано или поздно получает венок с трупом. А на самом деле этого быть не должно, и тем более на федеральной трассе Кола не должно быть в принципе ни одного наземного пешеходного перехода, либо в воздухе, либо под землей. Сергей, если хотите, я могу до утра тут перечислять, что надо делать. Естественно, пешеходные переходы, это вообще отдельная тема в ПДД, как говорится. Скажите, Виктор, последний вопрос мой к вам. Как вы считаете, вот по видеорегистратору видно было, что Анна Сивакова, своего ребенка, несчастного погибшего, девочку Соню, она ее практически швырнула под колеса Ирины Добрыжанской. Должна ли отвечать мама? Ну, вы понимаете, ну, должна отвечать в каком? Юридическом смысле слова, что ли? Да, морально она, к сожалению, уже расплатилась, и это трагедия, абсолютная трагедия. Гибель ребенка, ужаснее этого я не знаю, что может быть. Ой, знаете, как-то вот моя знакомая тоже попала в ДТП с ребенком. Ребенок получил там какие-то эти, скажем так, травмы, ну, слава богу, небольшие. Ее вот тоже таскали, хотели там засудить. Ну, по-моему, это перевоз. А вот по Гражданскому кодексу, статья 1064, нужно возмещать ущерб, вне зависимости от того, при каких обстоятельствах он был причинен. И здесь машина Ирины Добрыжанской получила повреждение от тела Сони и Анны Сиваковой. И если вы говорите о том, что людей с тысячной штраф спровоцировал на то, чтобы они безалаберно вели себя под колесами, то невольным следствием к этому, послесловием, является равенство всех перед законом. Если ты спровоцировал ДТП и об тебя погнулась машина, значит, ты должен возместить ущерб. Разве нет? Ну, понимаете, что я делаю. Одну секунду, дайте я все заверну. К советскому, так сказать, пониманию вопроса. Понимаете, в советское время говорили, что водитель управляет средством повышенной опасности. Он вдвойне отвечает, так? А с чего оно повышенной опасности? Газовая плита гораздо опаснее, чем автомобиль. Ну, 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 хорошо. Я просто, как учили, давайте так будем говорить. Это повышенная опасность. Мы с вами оттуда и стоим позже. Он должен думать не только за себя, но и за других. То есть пешеходы-дураки априорно, так сказать, он должен где-то предвидеть, так сказать, думать за них. Вот. Но, с другой стороны, пешеходов в какой-то узде держали в советское время, так сказать. А сейчас им дали типа этот. Прикинь, я самолет остановил, как в рекламе Кока-Колы, так сказать. Виктор, не соглашусь, в советское время пешехода не сажали, водитель был виноват всегда, а вы сами себе противоречите. Вы говорите о том, что водитель должен предвидеть, что пешеходы-дураки. Вы сами противоречите себе? Вы говорите, что они распустились после того, как им позволили оценить свою жизнь в тысячу штрафных рублей. И после этого они лезут под колеса, в том числе с наушниками. А водитель должен предвидеть, что они дураки. А они действительно дураки. Но по советской правоприменительной практике, труп должен всегда сидеть. И пешеход не был виноват никогда. Посмотрите, поищите судебное решение. Где же тут противоречие? Да. Я же говорил, что водитель должен думать не только за себя, но и за других. Вот как. То есть вы так или иначе считаете, что источник проблемы – это водитель. А в самом начале вы сказали, что виноваты пешеходы, потому что за тысячу рублей они лезут под колеса. Ой, Господи, Боже мой. Запутались. Понимаете, ну вы животное какое-то, держите у себя дома. Так? Если вы его не будете наказывать, условно говоря, оно вообще распустится. Да, Виктор, все. Мы с вами уходим действительно в дебри. Хотя этот разговор конца не имеет. Но обратите внимание, даже здесь по столь серьезному и важному вопросу не получается логически выстроить всю цепочку умозаключений. У нас Михаил на связи. Михаил, здравствуйте. Сергей Добрый вечер. Прямо захватила меня эта полемика, особенно с предыдущим оратором. Вы участвуете? Я, в принципе, с вами согласен в отношении того, что мнение людей в рамках того или иного случая очень сильно формируется и оно разное. К сожалению, да. В отношении к мужчине и к женщине я тоже за этим наблюдаю уже порядка двух или трех лет. Но мнение – основная причина в поиске виноватых, почему это происходит. Вот на этот вопрос почему-то как бы он у нас остается в тени, на него никто не отвечает. Да. Так или иначе. Да, потому что… Всегда виноваты участники непосредственно этого события. Всегда. Да, либо он, либо она. Да, к сожалению, да, так и есть. При этом забывают о том, что там основная функция ГИБДД, да, это безопасность дорожного движения. Вместо того, чтобы говорить там по факту случившегося, да, давайте поговорим о профилактике. Почему в этих местах происходит? Причем, Михаил, даже больше того, обязанность ГАИ предотвращать право нарушения. Я об этом и говорю. Да, и как в случае с Добржанской, они должны были стоять до перехода и предупреждать водителей о том, что здесь из-за ремонтных работ зебры нет. И поэтому будьте осторожны. Они стояли за переходом, снимали на видеорегистратор тех, кого можно оштрафовать за непропуск пешехода. И это было впрямую конкретное преступление ГАИшников. Они наплевали на закон, они наплевали на наставление по ДПС, и в результате погиб ребенок. Это осталось вне поля зрения. И не один. И не один. Образить статистику по стране, я думаю, там таких случаев наберется огромное количество. При этом забывается о том, что, ну вот я не знаю, я за рулем уже там седьмой год, и фу-фу-фу, я не знаю, где постучать, да, не дай бог, что в моей жизни такое произошло. Не дай бог. Я думаю, это самое страшное вообще, что может произойти в жизни водителя, это сбить человека. Конечно. Это ужасно. Это забывает о том, что водитель испытывает не меньше стресс, там, горе, психические потрясения, там, в рамках этого ДТП. Да. Да, у нас с вами совсем мало времени. Михаил, у вас есть возможность что-нибудь спросить, либо продолжить эту тему еще 20 секунд. Да, к сожалению, я, в принципе, просто хотел сказать, но пока у нас ГАИшники будут до разъятки, пока у нас судам не будет доверия, так и будет происходить. Потому что в рамках любого случая, да, есть закон. И закон должен решать, кто прав, кто виноват, да, и кого наказывать. И здесь нельзя полагаться на общественное мнение. Но в нашей стране пока, к сожалению, этого не будет. Да, к сожалению, это так. Основной темой сегодняшнего разговора у нас довольно грустный повод гибели ребенка в ДТП. Михаилу я не успел ответить, поскольку мы прервались на новости по поводу правоприменительной практики. Это из моего детства почему-то всплыло. И правда лжет, закон лукавит. Осталось думать и молчать, пока моей Россией правит бумага, подпись и печать. У нас Роман на связи. Алло, Роман. Здравствуйте. Здравствуйте, Роман. Хотелось бы выяснить по предыдущей теме. Давайте. Я буквально вчера катался по европейским, восточноевропейским странам. Там Польша, Чехия, Словакия. Добро пожаловать на родину, Роман. Да, вот. Ну, кстати, за сколько там, за по три тысячи километров я увидел два ДТП, оба в России и оба на Амкаде. Ну, это ладно. Вот что хочу сказать. Вообще преступление, конечно, строить нерегулированные пешеходные переходы на многополосном движении. Да. Значит, как это решено в Польше, да, к примеру, то есть сделано очень просто. Две полосы превращаются в одну со стромой безопасности, освещенной с кучей стробоскопов и так далее. То есть там при всем желании такого ДТП, в принципе, невозможно. То есть машина остановилась, она остановилась, пропустив пешехода, и это одна полоса. То есть его никто не объедет. И, Роман, вы обратили внимание, что польские дороги по световой иллюминации превосходят немецкие? Вы знаете, в Германию я не доехал. Вот то, что они превосходят Чехловакию бывшую, это факт, да, согласен. Вообще польские, они сами... Вот если у поляков, например, ремонт или пешеходный переход, там по количеству лампочек, фонариков, подсветок, стробоскопов, знаков предупреждающих, иллюминация такая, как будто Новый год, круглый год. Согласен. Не проспишь ни в коем случае. Вот. Даже при переходе из хутора в хутор, там, да, посредине леса, да, действительно там освещено, сужена дорога специально, вот, чтобы пешеходы переходили. То есть все это сделано. И стоит это недорого, вы понимаете, там, автономные стоят на солнечных батареях аккумуляторы. Вот. Стоит это, там, не знаю, четверть от кровати с золотыми ножками, которые там МВД заказывало. Вот. И наша страна вполне может себе позволить такие вещи на федеральных трассах. Роман, а откат в 600 процентов, как врут очевидцы? А как с ним быть? Ну, откат, это, ладно, это отдельная тема, не автомобильная, вот. И вот еще хотел сказать по поводу женщины за рулем, да. Один раз ехал с таксистом, такой классический мужчина, примерно, там, ближе к 60 годам на Волге. И он, у него просто вызывало дикое раздражение любая молодая женщина на хорошей машине. Вот. Он искренне был уверен, что они заработали это интимным трудом. Вот. И когда мой вопрос, я говорю, у вас есть дочь? Он говорит, есть. Я говорю, если у вас были деньги, вы бы купили такие машины? Конечно. Я говорю, так про нее бы так же думали. Не, ну она-то у меня хорошая. Конечно. Я-то тоже хороший, вы все же это знают. А вот сосед Васька у меня гад. Да. И понимаете, вот это отношение, оно мне диким образом раздражает. Меня супруга водит, вот дочь моя, я надеюсь, будет ездить за рулем. Да, будет у меня возможность, я куплю, конечно, красивую машину. И вот так вот, такое отношение, оно, конечно, вызывает просто... И вот, Роман, обратите внимание, вот когда мы с вами оказываемся за пределами нашей страны, там женщина за рулем, это водитель, а не женщина. Вот там нет никакой дифференциации. Да. А сколько раз вы оказывались в ситуации, когда по поведению абсолютно непонятно, это он или она. Ровное, спокойное, уверенное движение человека, который знает свой маневр и при этом никому не мешает. И обгоняя его, вдруг понимая, что это была женщина, а это был мужчина. У нас это предсказуемо заранее. У нас понятно, что вот в той машине едет чиновник, вот здесь сидит браток в натуре, вот здесь сидит баба дура, а вот здесь сидит мужик, который себя в гробу видал. Вот эта дифференциация общества, она в том числе видна по поведению человека за рулем. Я только хотел сказать, да, вы знаете, вот в Москве особо заметны три категории водителя. Это предпенсионный возраст, это женщины и водители из регионов. Вот четко... Пожалеем водителей из регионов. Представляете, в каком стрессе, в каком ужасе они ездят по нашему городу, потому что и нам здесь тяжело, а уж им-то, тем более, когда вокруг них бегают автомобили стоимостью с бюджет родного колхоза на ближайшие 200 лет, бедные люди. Роман, спасибо вам, спасибо. Юрий у нас на связи. Алло, Юрий, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Я вот хотел сказать насчет общественного мнения на два разных случая. Давайте. Мне все-таки кажется, что вот я в свое время смотрел ролики в интернете, записи с видеорегистраторов, как сбивают пешеходов, как спадут в аварии и так далее и тому подобное. Когда я смотрел на это без комментариев, у меня сложилось свое мнение. Да, кто прав, что было правильно, а кто нет. А когда такие события отвечают за корреспондентами, у них всегда есть свое мнение. То есть многие корреспонденты, они не ездят за рулем, поэтому у них прав пешеход. А есть корреспонденты, которые ездят за рулем и которые, как бы, говорят на ситуацию более объективно. Так вот мне кажется, что все-таки водитель, понятно, что он виноват, там в дорожном движении, есть переходы, нужно уступать, да, там нужно пропускать пешеходов. Но вот когда меня учили переходить дорогу, мне сказали, да, смотри налево, долго смотри, нет машины есть, да, ну, проходи, направо смотри, проходи. Вот о чем думает пешеход, как бы, да, ну, вот он просто не понимает, что если один ряд остановился, это вовсе не означает то, что второй ряд остановится тоже. Так что мне кажется, что есть проблема в том, что сами пешеходы просто, ну, их просто надо как-то научиться понимать, чтобы они, помимо, ну, чтобы сразу, вместо того, чтобы сразу их посмотрели на еще один ряд остановить. Знаете, вот наш эгоцентризм, с одной стороны, я был только что водителем, а потом я стал пешеходом, и тем не менее, когда я был водителем, я был прав, а теперь, когда я пешеход, я тоже прав. В шкуре соседа, участника по движению, почему-то, оказывается, никто не хочет. И вот прав был наш собеседник Виктор, который говорил о том, что со школы нужно учить людей пониманию того, что происходит на дороге. Я с ним целиком согласен, потому как очень многие не в курсе, что и как. И тормозной путь им непонятен, и вообще им ничего не понятно. Хотя при всем при том, есть всегда уверенный процент людей, которые, несмотря ни на что, ничему не научатся. И они будут лезть под колеса, и они будут погибать, и это ужасно. Да, это, как говорится, практически 100% дураков вовсе не подозревают о том, что они дураки. Да, это именно так. Еще что-нибудь не такого грустного у вас есть, Юрий? Ну, на самом деле, вот я несколько раз уже слушал вашу передачу. Есть у меня один вопрос такой, не по такой грустной теме. Давайте. Два месяца назад приобрел себе автомобиль, как мне пока кажется, замечательный, Chevrolet Cruze. Правильно. Вот, в средней комплектации LS на автомате. Ну, то есть... 1,8? На 1,8 автомат, не 1,6? Нет, 1,6 у меня на автомате. Ух ты! Комплектация LS. Ну, как бы, с учетом того, что у меня раньше была Audi S6, а потом была A6, но все они были старенькие, собственно говоря, естественно, я понимаю, что она не едет. Но, в общем-то, наверное, у меня какие-то предпочтения поменялись. Вот, собственно, что хотел спросить. А сборка-то у этого автомобиля, я знаю, она российская. Но насколько она российская? То есть ее собирают по болтикам, либо прикручивают бампера и протирают стекла. Полная сборка. Варят. То есть вся штамповка, вся комплектуха приходит оттуда, за исключением одной гайки и одного коврика. Но штампуется это все у них в Корее, а сваривается, красится у нас. Двигатель собирается в Корее, коробка собирается... Нет, двигатель у него не корейский, двигатель у него немецкий, опелевский. То есть он со всего мира, будучи космополитом, собирается у нас здесь. И получается, что мы свой коэффициент трудового участия вкладываем в стоимость этой машины. То есть важные агрегаты не наши. Итоговая сборка наша. Ну а вообще в целом, что можете про автомобиль сказать? То есть как хорошо, нехорошо? Вообще он замечательный. Он мне нравится. Мне очень нравится то, что он совершенно четко автомобиль класса D, а его вписывают в класс C и тем самым позволяют себе играть с ценой. Это очень мило со стороны, потому что он огромный. Он реально из класса D. Он размером с 24-ю Волгу. А мы делаем вид, что он на самом деле родственник Жигули. Ничего подобного. У этой машины со временем иногда начинают громыхать тормозные колодки в направляющих спереди. У него бывают вот эти шумы. То есть он начинает постукивать. Но в целом, вот сколько я ездил на Крузе, у меня к нему претензий нет. 1.6 мне не хватило. Но вот вы обладаете более сбалансированной психикой. И вам мотора 1.6 сочетание с автоматом хватает. Мне даже на ручке было маловато. Мне иногда нужно было еще чуть-чуть побыстрее убраться в безопасную полосу, например. Ну, в принципе, я говорю, у меня была раньше S6 Audi, в которой было там вместе с чиповкой 370 лошадей. Вы выжили. Это очень здорово. Ну да, но только там развалился мотор и коробка. Ну, в общем-то, ладно. Естественно. Про эту аудио у меня все равно были позитивные мысли. Ну и еще вот один последний вопрос насчет Круза. Когда я выбирал машину, стоял между Opel и Astrofirmale, которая предыдущая куза, и непосредственно этот Круз. Нет, не седан, но хотя бы я хотел. Ну и, собственно, и последнее, что меня оттолкнуло, это то, что на Крузе стоит коробка от Opel Insignia автомат, а там стоит древний какой-то четыреступенчатый автомат а-ля Zafira. Ну и все времен. Правильно ли я сделал выбор между Astro и Крузом? Если бы вы выбирали между универсалами, тогда это было бы неправильно. А поскольку вы выбирали среди седанов-хэтчбеков, вы абсолютно правы. Просто у Family универсалы, у него растянутая база, и это его главный плюс, все остальное уже не важно. А Круз, замечательная машина, я могу только вас поздравить, поскольку служить она будет долго, и особых проблем с ней не будет. У нас на связи Алексей. Да, добрый вечер. Здрасте. Я хотел бы внести свои пять копеек. Давайте. Вопрос. Я вот водитель, ну, уже с 14-летним стажем, автомобиль я вожу 12 лет. Господа офицеры, встать смирно, 12 лет это срок. Вот. Ну, я получил права в 16 лет на мотоцикл, я активно езжу и на машине, и на мотоцикле. Я часто бываю в Европе, сравниваю, так сказать, поведение водителей там и здесь. И, честно говоря, езжу, езжу по России, безотносительно пешеходы, такие же коллеги-автолюбители. Вот если соблюдать правила 3D, то есть дай дорогу дураку. Да. В целом, да, это ущемляет собственное я, и иногда приходится как бы, в общем, наступить на собственное эго. Но вождение становится гораздо безопаснее. А, например, если вот у нас в России просто каждый хочет быть первым, объехать перед вступлением, пролониться через пешеходный переход на слегка розовый и так далее, этого очень много. И это, по-моему, ни в правилах, ни там, что бы ни делала ГАИ, ни штрафа, это не избавит, это вот наше такое сознание национальное. А как, на самом деле, сознание можно подрегулировать? Вы можете посоветовать? Потому что я знаю правильный ответ на этот вопрос, я его сейчас с удовольствием расскажу. Но вот вы сопоставляли... Это надо внушать даже не со школьной скамьи, а с детского сада. Это ни за год, ни за два не получится. Вот новое поколение водителей лет через 15, если сейчас начать им заниматься, оно, наверное, начнет ездить как в Европе. Уважать друг друга, уважать пешехода, не хамить на дороге просто потому, что я могу, а не потому, что так надо. А вот так вот сходу, огромными штрафами, драконовскими мерами, призыванием сажать врагов на кол и так далее, этого не добьешься, по-моему. Ну, Алексей, во-первых, мы с вами знаем, что мы единственный народ, который крутой и без Виагры, нам не надо. А во-вторых, вот все-таки мой правильный ответ. Не настаиваю, но оглашу. У нас не должно быть драконовских мер, у нас должен быть на дороге пример власти. Власть, как главный заказчик всего происходящего в нашей стране, должна первой перестать ездить с мигалками, перестать ездить на красной, перестать махать ксивами перед полицейскими, перестать на черных машинах кататься на розовой. Власть должна встать в отведенный ряд и по правилам дорожного движения со скоростью 60 км в час показывать в стране пример, как нужно исполнять закон. ГАИ должна помогать власти исполнять этот закон, беспощадно штрафовать. Вы ведь в Европе, по крайней мере, не видели, но наверняка слышали эти примеры, когда то короля оштрафуют, то министра внутренних дел оштрафуют. Вот министра внутренних дел Италии лишили поста за то, что он поставил свою личную машину в обеденный перерыв под знаком только для инвалидов. Его пинком взад вышвырнули с работы. Можете себе представить нашего министра внутренних дел в такой коллизии? Ну, я прекрасно понимаю, о чем вы говорите, как бы, да. Это, ну, скажем так, я ездил долго по Европе, ни разу не видел кортежи с мигалками. Нет, видел пару раз скорую помощь, донорские органы везли в аэропорт. Все уступают, все понимают, что это надо. Членовозов, простите, с мигалками, как у нас, когда перекрывают Кутузовский, потому что кому-то очень надо, такого там нет, я этого ни разу не видел, хотя езжу очень много, да, я не спорю, как бы. Не в одной стране. Новости. Сегодня экипаж у нас несколько скорбный, поскольку основной рефрен – это ДТП с пострадавшими и с погибшим ребенком. Очень жалко, ответа по-прежнему у власти для нас нет, а у нас для власти его в избытке, пожалуйста, черпай ложками. Но другое дело, что мы в своем кругу продолжаем общаться по этому поводу. До нас Вячеслав дозвонился. Здравствуйте, Вячеслав. Добрый вечер, Сергей, если позволите, вот, может быть, не совсем по теме вопроса. Позволю, конечно. Да, хотелось бы узнать ваше профессиональное мнение. Ну, примерно, сами дилеры обещают через месяц второй новую Кубу и новую Тойоту РАВ-4. Да. Вот, и, скажем так, не для себя, но вот, скажем так, мой отец на большом перепутье. Вот хотелось бы узнать про эти две машины ваше мнение, и, ну, какое бы вы из них отдали предпочтение. А сколько лет вашему отцу? Я понимаю, 62. Он достаточно активный водитель? Вы знаете, нет, он уже, конечно, степенный аккуратный водитель, скажем так. Здесь, вот представьте себе, как разворачивались события. Учительница заходит в класс и говорит, дети, пишем сегодня сочинение. Сочинение называется «Кроссовер». Мальчик немец сказал, это будет Куга, а мальчик японец сказал, это будет РАВ-4. Это разный подход к одной и той же теме. Говорить о том, что у этой машины там перераспределение крутящего момента по осям имеет не такое оптимальное соотношение, что Халдекс четвертого поколения и так далее. Вот вашему отцу это будет абсолютно не важно. И здесь важно удобство. Причем удобство какое? Пожилые люди, спина, не такая гибкость. Значит, на какой угол открывается дверь? Насколько удобно садиться? Нужно ли при этом сгибаться? Не нужно ли сгибаться? То есть вы берете папу и спокойно, как замечательный совершенно сын, дай бог, чтобы у каждого дети выросли такими, как вы, Вячеслав, с такой заботой, пришли в магазин и выбрали то, что удобно, как тапочки и нравится, как хороший выходной галстук. Потому что все остальные технические параметры, это настолько неважно. Это такой степень второстепенно. Не сломается точно. Служить будет долго. Если какие-то проблемы возникнут, вы как хороший сын скажете, пап, ну погоди, я с сервисом договорюсь. То есть это его тоже касаться не будет. Конечно. Ему нужно, чтобы он сел и чтобы ему там было замечательно. Чтобы он потом не сказал, ну, сынок, да, слушай, давай лучше я пешочком схожу, потому что что-то тут вот там вот то не то и это не то. Это нужно мерить на себя. Вот и все. Все понятно. Спасибо вам большое. Да, спасибо вам. Телефон продолжает настаивать на том, что это самый надежный способ общения с Сергеем Исланяном. Леонид, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здрасте, здрасте. Я первое скажу, что, конечно, соболезнование погибшим родителям погибшего ребенка. Трагедия абсолютно. Это страшно. Да. Как я это слышал, неправильно, когда родители хоронят своих детей. Абсолютно. Должно быть, конечно, наоборот. Вот. А как это решить? Ну, честно говоря, не знаю. Наверное, просто нужно начать с того, что уважать друг друга. И, как вы правильно сказали, начать это должны показывать те, кого мы видим каждый день по телевизору. Вот. Это будет неплохим началом, по крайней мере, я так думаю. Да, к примеру. Искренними антифашистами. Потому что фашист Франко ехал с 60 и останавливался на красный сигнал пропустить бабушку. Да. Да, я абсолютно согласен. Это будет, наверное, действительно хороший, яркий пример, когда огромный кортеж наконец останавливается на красном свете. А вообще не кортеж, потому что Франко ехал с одним мотоциклистом. Нету кортежей. В Европе нету кортежей. Мы банановые, у нас золото блестит серьгой в носу, поэтому нам кортеж. А на самом деле не должно быть его. Да, да. Это ужасно. Это, на самом деле, знаете, такое без культуры. Хотя отголоски 90-х, это просто, ну даже смотрится, честно говоря, не очень красиво. Это не отголоски 90-х. Это все-таки, наверное, наше историческое ощущение, что мы бы рады бы в Европу, да почему-то не берут. Азиатчина прет из нас. Знаете, со времен, наверное, Петра Первого фундамент вот этой проблемы заложен. Бороды брить он нас научил, а вести себя по-человечески как-то пока не получается. Ну, будем надеяться на лучшее. Я не что еще, Пав, да, давайте. Просить. В данный момент у меня Honda Accord, такой восьмой там получается, 2008 года. Сейчас вот думаю о том, чтобы поменять на что-то иное. Хотел спросить у вас, вот у меня как бы колеблюсь, хочется что-нибудь немецкое, наверное, попробовать. Из таких предпочтений это вот Passat CC, C-класс, ну и третья серия BMW. Сэшка и трешка, они, соответственно, заднеприводные. Вы отдаёте себе отчет в том, до какой степени это потребует от вас иных навыков управления? Особенно зимой. Ну, в принципе, да, наверное, как бы я сейчас, хотя на переднеприводных, да, но на полноприводных я говорю о том, что не ездил вообще в принципе. А на заднеприводных, но это же наш родной «Жигуль», только очень с хорошим апгрейдом. Ну, да. То есть, думаете, совсем, да? Нет, не то чтобы совсем. Всё-таки немцы, они и обезьяну изобрели, и автомобили, паровоз, и пылесос, и они научили свои машины держаться за дорогу. Но есть нюансы, к этим нюансам нужно быть готовым. При этом у Мерседеса, у него всё-таки родовая травма, у него правого подрулевого рычага нету, тот, который за дворники отвечает. Поэтому, когда вам нужно будет совершить омовение лобового стекла, вы будете в панике дрыгать всё, что только можно, и нужно будет тренироваться. Мерседес настаивает, что у них люди однорукие покупают эту машину, поэтому не нужна ни вторая рука, ни второй подрулевой рычажок. Ну, а что, все инвалиды, все ездят на Мерседесах. Я рад за немецких инвалидов. Но Мерседес я по многим причинам не очень люблю, и это одна из них. Я не собираюсь свои рефлексы менять, особенно учитывая, что я с годами как коньяк становлюсь не столько лучше, сколько старше. BMW в этом отношении, она замечательная машина, и на мой взгляд, в принципе, BMW должна быть маленькая. Чем BMW меньше, тем она BMW-шней. И трёшка BMW – это очень правильный автомобиль. Правильнее его только копейка. Копейка – это вообще ураганная машина, но здесь Леонид нужно быть таким нон-конформистом, который позволит себе смотреть в общество взором, не видящим презрения в отношении себя. Чё это? Не накопил на… захотел бренд, а денег-то не хватило. И копейка едет замечательно. И трёшка – очень интересный автомобиль, при том, что она новая, её уже довольно быстро довели до ума. ЦЦ-шка, она, в принципе, неплохая штука. У ЦЦ-шки у неё только внешность. Это пассад предыдущего поколения, но он максимально ближе будет к тому, с чего вы пересаживаетесь. Аккорд – большая, хорошая машина. ЦЦ – большая, хорошая машина. Переучиваться не надо. Причём есть эстетская составляющая. Вы пересаживаетесь в машину, которая сделана только в угоду красоте. Ну, немецкое понимание красоты, оно отличается от общечеловеческого, но, тем не менее, машина, да, красивая, да, большая, да, удобная. А вот коробка меня смущает ДСГшная. – Правильно, она вас смущает. Правильно, абсолютно. Но вот сколько народу у меня спрашивает, что я думаю по этому поводу. Из статистики я знаю, что это категория не инженерного результата работы, а категория везёт-не везёт. Чисто как по-русски. Вот кому-то везёт, и они ездят на этих семиступенчатых ДСГ, даже не подозревая о том, что там будут какие-то проблемы. И я знаю людей, которые буквально там, наверное, на второй-третьей тысячи уже обратили внимание на шум, на пятой уже приехали и поругались, на седьмой уже взяли за грудки инженера по гарантии, на девятой уже попытались набить кому-то морду, на двенадцатой тысячи продали и сказали, да порвались он пропадом. Есть такие несчастные люди? Да, бывает, что и не везёт. Но, знаете как, начните присматриваться к BMW, а там будет видно. У нас на связи Алексей. Алексей, здрасте. Да, вот долго очень висел на трубке. Действительно, я присоединяюсь к предыдущему звонившему. Согласен с вами, опять же. Нужно необходимо начинать с себя. Прежде всего, с себя. И, опять же, соблюдение правил дорожного движения не только сохранит жизни водителям и пешеходам, оно ещё, как бы, знаете, в отношении государства могу выразить только сожаление. Не могу даже назвать, слишком пафосно будет для кучки этой людей назвать их государством, государственным управлением, управленцем каким-то. Ну, в общем, хорошие слова-то на языке не вертятся в их адрес. Ну, да. Вот, как вам сказать, вот соблюдение нами вот этих правил ПДДшных в ракурсе того, чтобы сохранить жизнь себе, пешеходу, своим родственникам, я не знаю, которых ты перевозишь, это плевок нашему государству в лицо, мне кажется, которое делает всё скорее по-другому, чтобы это, наверное, происходило, может, кому-то выгодно, если оно ничего не делает. Алексей, вы заметили, что у нас с ними просто не совпадают интересы. Они занимаются другими делами. В этом отношении и в остальных на нас наплевать абсолютно. Мы подотоним населением, мы предназначены для того, чтобы оплачивать решение их вопросов. И уж, конечно, никто не говорит о безопасности, хотя, обратите внимание, у нас федеральная целевая программа по борьбе с безопасностью дорожного движения продлена до 2020 года. Гаишники за неё получили ордена, они первый раз получили транш в 2 миллиарда, они сейчас получают 100 миллионов рублей на неё. Это единственная цель, которую преследуют наши государственные мужи. Я в этом абсолютно уверен. Ещё можно вопрос юридического характера по штрафам ПДД? Давайте попробуем. Знаете, у меня ситуация такая. Камеры фиксации довольно недавно ввели, а я живу очень давно уже не по прописке, и, в принципе, не появляюсь, там живёт как бы мачеха, так сказать, отец скончался, поэтому как бы связи нет, осталось только вот зафиксированная прописка. Недавно зарегистрировался на сайте электронное правительство и с ужасом увидел, что у меня превышение по 300 рублей, штрафов там около 20 висит. Причём, самый последний у меня датирован 20 сентября 2012 года, после этого ни одного. Вот сейчас, 10 января, чего мне делать? Мне можно спокойно ездить, меня не остановят, не отвезут в Кутузку на 15 суток. Уже срок какой-то прошёл или нет? Да, у нас срок давности его пытались продлить до двух лет, то есть, если не исполнено, мы с вами не знаем, ведь по процедуре получается так, вы не оплатили, ваши документы отдаются судебному приставу, судебный пристав возбуждает производство, после чего начинает охотиться за вами и вашим имуществом. Это по закону. При этом у нас товарищ Артемьев, руководитель этой службы судебных приставов сказал, что им невыгодно заниматься взысканием суммы, если она меньше 300 рублей, потому что у них накладные расходы больше. И, с одной стороны, они обязаны идти по вашему следу, с другой стороны, скорее всего, они этого не делают. Для того, чтобы не рисковать такими неприятными, как вы из-за границы, я бы потихонечку начал их оплачивать, причём в обратном порядке. Самые свежие я бы уже оплатил. То есть 20 сентября. Но вообще, в принципе, у такого рода нарушения есть какой-то срок, когда их не надо будет оплачивать, чтобы съездить за границу? Вам могут припомнить злобно на границе даже переход на красный свет пятилетней давности, и на границе слушать не будет никто. Потому что у них всё-таки мало радостей в работе, а не пустить вас за границу, это, наверное, самый светлый момент за всю смену, сколько они отторабанят. И нужно иметь, для того, чтобы бороться с государством, нужно иметь чистую биографию. А в случае заявления моего характерства в суд за сроком давности прошу прекратить такое-то производство? А вы не знаете, оно возбуждено или нет? Тем более, это же не в суд, это же судебным приставом. Если вы хотите пройти по следу и посмотреть, возбуждено ли производство, да, это будет очень любопытный прецедент, потому что вы потребуете тем самым исполнить от них букву закона. Я даже не знаю, что они вам скажут. Я был на сайте судебных приставов, вот месяц назад я там у них значился в списке по четырем. Сегодня обновил только одно. Лучше разобраться с ними, заплатить. Время истекло, к сожалению. До свидания.